Привет, друг, ты на канале Смотри и Учись, с тобой Миша Егор, и сегодня будем смотреть за Пуджом от Дэнди. Дэнди Пудж, это очень крутое событие, все зрители это очень любят, мы тоже любим смотреть Пуджа от этого игрока. Возможно, даже популярностью Пудж обязан именно Дэнди и его хулкам под фонтан на турнире. И здесь особенно интересно то, что стоять в миде придется против брудки, и ты посмотри, сынули, во и какое давление на эту бруду, правда? Башня Бруды отвечает давлением на Пуджа. Посмотрим, как выживет на этой линии, во мне так шансов именно в теории ровно ноль. И на его примере научимся играть на медовом Пудже в 29-м патче, и всем приятного просмотра. Всем привет, очень это все интригующе выглядит, бруда пачку изначально на миде не стопит, поэтому там пачка в Дэнди была прям под тавром, но по ресурсам он неплохо так начал ее разминать, неплохо себя чувствует. Если побыстрее этот ботову купит, будет вообще замечательно в плане ресурсов. Бруда не факт, что будет этот самый ботову покупать. Мы уже не раз видели таких бруда, которые без батла играют, именно на медиа. Вот это как-то более-менее привычно стало, как по мне. Вот эта бруда тоже, мне кажется, вряд ли будет его заказывать. Конечно, посмотрим. Всякая может быть, нет, уже ей летит рейсбэнт вообще. Батла не увидим, и это, мне кажется, плохая новость для бруды, но хорошая для Дэнди, потому что Дэнди может хотя бы по ресурсам доминировать эту бруду, это очень важно. Но так, конечно, Дэнди куда, не позавидуешь. Матчап ему наихудший попался, бруда однозначно один из самых эмбовых героев плача. Турнир анимейджер это полностью доказал бруду, часто пикали, часто банили. Так, смотри, кстати, опять начал на нее давить, и с хухом попадает, он и убьет. Красавчик какой, ты глянь. Медорожденный по факту изимит сразу. Бандл бейтов. Что за водичкой? Мог еще гантельку переложить вместе с веточкой перед тем, как взять эту водичку. Ну, ничего страшного, я думал, потому что скоро прилетит ботл. Он дофига денег получил с этой бруды. Вот сейчас придет ботл, и вообще офигенно все по ресурсам будет. Ну, и так, смотри, с двух водичек у него уже почти, почти фул. Но неплохо, всегда приятно, будучи путшему, убить каким-то образом бруду. Вообще, новая бруда так работает, что до шестого уровня любой герой против нее может даже стоять. А вот именно когда шестой появляется, то почти никакой герой не может с ней совладать. Шестой герой очень сильно усиливает. Кстати, смотри, опять просто Хукевич под тавр залетел. И второе убийство. Вот так вот, медорожденный. Спамит уже второй раз эту фразочку. Красота, блин. Старт крутой. И она себя даже Смоук покупает на бруде. Потому что он только что на бруде делал телепорт, у него ТП в КД. И ему нужно как можно быстрее прийти в мид, получить экспу. Соответственно, чтобы быстрее в мид прийти, в таком случае нужно покупать либо сапог, либо виндлейс. Если ничего из этого не хватает, покупаешь Смоук, наживаешь его. Смоук тебе дает мувспид, и хоть как-то ты можешь по-быстренькому в мид причапать. Ну а так все, мид развален в нулину. У бруды получается третий уровень. Хреновый надворс у Дэнди 17 крипов, 12 денаев. Пятый уровень, почти шестой. Но это ли не сказка? Ну очень повезло, конечно, с брудкой. Там очень странное использование первого скилла были. Прям нереально странное. То есть он юзанул однажды первый скилл на одного-единственного крипа. И то не успел его ударить. Потом немножко из стороны в сторону побегал. Потом вот этот дайв за Дэнди тоже не с тем понятный. Одно дело, если ты с Веномом то же самое вытворяешь. Другое дело без Венома. То есть четвертый уровень очень многому спиду дает разница 18-30%. Она огромная. Вот до четвертого без Венома. Дайвить за героями, которые твою позицию меняют. За Тинни, за Магнусом нельзя. Смотри, четвертого уровня. Бруда беднягой. Охуеть. Тут даже Медасик не спасет эту бруду, как мне кажется. Наступь, знаешь, валить. Несколько сценариев в голове. Противостояние Пуджа и бруды. И вот такого сценария у меня не было. В голове. Бедная бруска. Соглашусь, мы один раз в жизни смотрели игру, когда... Ну, смотрели Пуджа, соответственно, тоже против бруды. Вот там парень терпел-терпел, дотерпел до фастового авангарда. И под плюс убил бруду. Ну, вот здесь же Дэнди справился без каких-либо плюсов. То есть Дэнди такой игрок, который любит своих саппортиков в Мидс звать периодически. Помогать ему в этом ничего плохого нету, как по мне. Все-таки дота игра командная. Вот. И... Благою делать четверку там свою звать, пытаться делать килл. Либо просто ботал за рефилить. Не знаю, фасочку принести. Вот. Он просто в соло справился. Три смерти у бруды. Кстати, смотри, какой сапог купил интересный. И все последние пульши, которые мы увидели о Дэнди, были сыграны через тревела. Однако я, как прям, супер. Древние времена Дэнди играется через ПТ-шку. Прям вообще... Как будто в 2014 или 2013 год вернулся уже. Не помню, какие тогда времена были. Это Дэнди именно с этой ПТ-шкой на ПУДЖА играл. Самочки всякие покупал постоянно. Кипиш наводил там на фонтан хукал противников. Ну, собственно, за что все Дэнди и полюбили. Особенно полюбили ПУДЖА Дэнди. Причем удивительно, что реально именно ПТ-шка. Все-таки я в этой игре мог спокойно позволить себе тревела, потому что тревела... Ну, и эта игра подходит для тревелов, потому что старт у него идеальный. Куча нетворса, соответственно... Можно купить тревела, и у тебя еще... Еще лучше игра должна пойти в плане нетворса. Постоянные кивы, постоянный экшен. Тут, кстати, Бристотбек вообще ничего не подозревает. Бруда не сказала, что пальчик куда-то пропал с линией. И на тебе. Учите и распишитесь. Блин, я даже своим глазам не верю. Это точно 2021 год. Как же красота происходит на экране. Ферик нажал, обрати внимание. С 30 золота можно было бы продать. Лень, наверное, было. Решил флот освободить, чтобы это кольцо купить. Так, ну... Да ладно. Копь, жаль, с удовольствием. А хотя и так нормально. И так светит. Ой, мисс, смотри, с третьего скила бруда два месяца подряд. На бруде сейчас сложно. Из-за того, что первый скилл понерфили. Первый скилл на единичку. Наблюдением все оставляют, что на харде, что на медиум. Уже там сеточку замаксить. Сюда третий скилл тоже подкачать. Вот. И сколько там? 40%? Васьте, да? Да, 40% васьте вот этого не хватает, честно говоря. Раньше был вообще жесть. Так, это какая? Четвертая, да? Получается смерть или бруды. Действительно, медасе, кстати, в Крикбайе у бруды. Удача комплектность. Ну, тут грязюка произошла. Паучочек сломал руну. Опять же, это очень весело. Против бруды играется до армии пауков. Но под армию пауков готовится. Вангвард. Это очень хорошо против брутки работает. С одной стороны, можно Марса попробовать поставить. С другой стороны, он все равно. Вряд ли будет ее гонять. Слишком маленький уровень. Там его ручные за горами, но и вангвард есть. Тут против кого? Там все герои хоть сколько-то рейдклика имеют. Даже та же бабуля. И заказывает себе хэндл. Есть у него вангвард. Есть птшка. Хэндл плюс птшка. Такой рейдклик путь. Вангвард еще вебисал за грейдить. Было вообще идеально. Одно время. Это в мете было. На бюджет через вебисал играть. Он тебе блинк заменял. Частично. Если он еще этого антимага убьет, то это вообще... Не. Этимагам, видимо, не получится. Может, он себе и на 10 уровне талант тогда на броню возьмет. Все-таки играется без фейзов. Армора не так много. Просто все последние игры, которые мы от Дэнди смотрели, все были с талантом на замедление. Под будущее гоним это круто смотрится. Но вот... Может быть, в этой он сделает исключение. Все-таки, как ты сказал, физушников там много. Ух ты, смотри, какая бруда смелая. У Дэнди... Три человека на меди находится. Он все равно всех паучков вот так вот отправляет на аппарат. Богополучные всеми паучками нафидел. Мог еще и с собой нафидеть, если бы чуть-чуть хук бы. В другое направление кинуть. Было бы вообще круто. Но за них сейчас не так много платят за пауков. Раньше Фидонеж пауками и то же самое, что двух героев отдал. Сейчас достаточно скромная награда. Просто прогоняет антимашек. Давно мы такой жести не видели. Что-то на паджике прям настолько сильно бахали. Ну, видели, конечно, недавно я хорошее тоже у нас игра выходила. Там был путь на огромнейших просто рангах. Там чуть ли не 10000 ммр. Средний рейтинг был игрой. Ты будешь, мне кажется, ты пробежал КПК? Нет, нет, сад. Не забыл никнейм парня, который на патже там играл. Но он рампель сделал еще автоигре. Вообще не помню. Кири Пуджи, почему? Да я че-что было сегодня утром не помню на самом деле. Что ваш про Паджа говорить? Ах ты, нет, Кири Паджа помню. Кири Паджа забыть нельзя. Утро-то оно каждый день, и Кири Паджа нередко бывает. Она со смоках тут бегает. На самом деле, очень хочется вместо пробежек катапульта в миде убрать. Чуть дольше на таких условиях-то один миде предстоит. И пока ты один в миде стоит, Бруда самовределяет себя абсолютно бесполезным куском. Смотри-ка, пошел в верхний лес. Но антимага он там не найдет антимаг на линии, Бруда он там не найдет, там сетки нет. То есть, муфта же не совсем понятный. Ну, слушай, бродка-то потихоньку камбэкает. Убила сейчас Марса, убила вышку. Пульшан, наверное, вросли пульсы убить. Чего-то он слишком огромный, даже с бабулей за спиной. Ты можешь сейчас плюнет? Не, вообще без шансов. Он еще и за диспалил сразу. Реон иллюзии нажал. Слишком жирный паджик. Но за последние две с половиной минуты 350 на творце заработал. Ладно, уже 400. Но это последняя сотка за 10 секунд. Смотри, она даже иллюзию супердолго пуджа убивает. Играет еще так вот, реально, как в те самые легендарные времена, со смачками бегает. Я прям запомнил на всю жизнь этого пуджа, когда Дэнди нажимает смок. У него в инвентаре вард всегда какой-нибудь есть желтый. Оно там, не знаю, за тавер его ткнет, чтобы хукнуть было легче, имея вижен. И все, ходит вот так просто, кипиш. Суету наводит на карте. Тут пока что пытается, пытается что-то придумать. Вот с тревелами, как по мне, было бы гораздо легче. Потому что 345 в мус-пида выглядит грустно. Плюс ему еще пришлось купить этот виндлейс. Честно, до сих пор ПТ-шку не понимаю. Может быть, тестит. Но, как по мне, было бы гораздо проще с теми же тревелами бегать. Важно просто захотел как можно сильнее уплотниться против этих вражеских героев неприятных. Сейчас, смотри. Вангард, худ, ПТ-шку. Он без фестового худо играет. То есть, в пары пармить он больше не в тримске вам будет даже ручками. Плюс за 950 ты покупаешь себе. Ой, за 900. Ты покупаешь себе 10 сил, это 200 хп, это оброн культимейтер. Это же вообще охренительно. А вот то, как умирает Кири Морфлинг. А, кстати, это не Кири Морфлинг. Это медовый был Морф и хардовый Путж. Они свапнулись. Морфлинг забоял за просьбу Ржа играть так, и очень стрёмная ситуация. Но опять же, здесь пауки даже урона по ощущениям не нанесли. Просто за проказ Брута убила. Но слишком мало хп. Ну вот, кстати, руны иллюзии не хватило, согласись. Ну да, неприятно. Она бы уже закончилась к этому моменту. Это четвёрка был Путж, получается. Дэнди, он на четвёрке Путж же часто бахает. Я так понял, когда ему роль, может, не уступает, четвёрку Путжа берёт. Да, вот он, наверное, чаще всего именно на четвёрке Путжа играет. Тройка Марс и медовый Морф, получается, и они переставились. Да, скорее всего. Марстал 4, Марф 3, Путж 2. На, похоже на правду. Неплохо тогда. Морф явно не пожалел, что мед уступил. Раз, по-прежнему, счёт 6-0 был. И Брута, смоки покупала, чтобы побыстрее до меда добежать. Забавно это выглядит. Талант всё-таки взял на замедление. Вообще не любит Дэнди талант на броню. Так ни разу и не увидели от него эту самую пробку. Хотя, казалось бы, Путж такой герой, который без армора страдает. Ну да ладно, получается, скоро будем видеть Аганим. Насколько я понимаю, потому что вот этот талант на десятом идеален. Просто под Аганим. Аганим на Кур Путжа предмет обязательный. Дает очень много урона. Очень много фарма. Огромный рейндж. Добули вообще не втыкает. Даже не подозревал, как будто в этом хуке. Ну так оно и есть. Ладно, вижу, но у них не было. Еще одна руна иллюзий. В такой момент оставил 1 раз выбрать форчина. Смотри, бруда. У нее был счет 0,4. Посмотри на нее нетворс. Вот как это разоразно так получается, я не понимаю. Ты посмотри на тварь сантимага. И все поймешь. А, она кстати тоже верна. Все равно это просто какой-то волшебный герой. Ты его 6 раз можешь убить. Вот так вот. Все равно камбэк не даже без Мидаса. Хочу заметить. Он купил себе перчатку, получается. Был в кикбай Мидас. Потом вот, видимо, поверил в себя. И вместо вот этой перчатки сделал себе ПТ-шку. Убрал из кикбай Мидаса вся вся просто орчит и все. У него сейчас 10 тысяч нетворса. Он ходит 100 лакивы просто делает. Но это реально какое-то чудо-герой. Вот что бы ты ему ни делал, он все равно камбэк нет. Нерфа тебе надо срочно на это свинье. Почему ведь одного нерфа реально не хватило. Вот я увидел этот нерф, я подумал, что... Ну круто. Больше не увидим бруду. Но, однако, все равно в каждой игре бруда. Так, смотри, тут можно убить ее. Она вообще не подозревает. Ну ладно. Убийство отменяется. Знаешь, с одной стороны он бегает нон-стопом. Очень мало нетворса, получает очень мало опыта. То есть у него было 5к нетворса с копейками на 10.00. Сейчас прошло почти 8 минут. Нетворс в полтора раза увеличился. По экспе тоже проблемки. С другой стороны у него два фармящих кора. На первой и на третьей скобочках вторая позиция. Так что, наверное, это опратно. Так вот бегать. Хоть сколько-то противников гонять. Хоть сколько-то. Заставлять выходить из зоны комфорта. В то время как два вот этих фарма кора. Все остальное пылесосит. Все, что недоступно пылесосит. Ой-ой-ой, аж пятером на пруду эту накинулись. Но давно пора, да. Что-то она много очень в последнее время получала. Так, ну и на самом деле даже игра равная стала выглядеть. Ты посмотри, нетворсы равны. Бабуля себе вообще фастовый аганим покупает. Бристалбэк тут грозно выиграет. Тоже у него почти аганим. Ему чуть-чуть дофармить. И Бристалбэк даже засовет эту игру может. Огромный нетворс. Антимаг тут вообще не вписывается, как по мне. Вот только это, мне кажется, должно радовать очень сильно команду Дэнди. Потому что Бруда и Антимаг это одна из самых вообще худших связок в доте. Если это связка можно назвать. Ну просто худший драфт. Один из самых худших драфтов. Как-то так. Потому что Антимагу нужен фарм. Он очень много фармит. А Бруде еще больше. Антимаг тинкер это еще хуже. Да, вот еще Антимаг тинкер, да, есть. Тинкер он тоже на тревелах летает. Все линии фармит. А Бруда на паутине в весь лес фармит. Лайн плюс какой-нибудь фармит. Вот, соответственно, вот с Антимагом тоже вот очень тяжело играть. То есть у них, посмотри, какой получается пик жадный. У них Бристалбэк, который почти купил себе Аганим. Тоже очень много фармит. У них Антимаг с БФом, который очень много фармит. И у них Бруда, которая очень много фармит, кто бы мог подумать. Мне кажется, что они просто не смогут столько фарма поделить на карте. Столько просто крипов нету в игре. Так, смотри, какие неожиданные смоки. Но Бристалбэк что-то далековато заходит. Нужно и наказать. Да, это... Это подогоним противники, задумали. Только Бристалбэк, угоним, купил. Сразу же что-то решили исполнить. Ну и вот, исполнили. Смерть Бристалбэка. Что-то пошло не так. Ну как же реально не хватает фейсов или тревелов. Ну да, ему спит же очень грустный с Виндвейсом с ПТ-шкой 345. На таком герое, который туда-сюда носится. Тяжко. Дайгер какой-нибудь. Смотри, какой телепорт шакальный. Какая же реакция у антимага. Ну да, все равно отпустят. Ты слушай, морф, чародей неплохой. Ну не, не, там и сенсоринг вообще. Не догнать антимагам. И как бы АБКБшка. Под АКБшка он гарантированно свой льдоколдует. И после АКБ скорее всего Блинк будет брать. Потом уже АБК не мог думать. И опять же ему не обязательно быть кором. Ему наоборот нужно дать контроль под двух уже имеющихся. Радует, что у них аппарат в команде есть против Бристалбека. Тут и ультой вообще аппарата несложно попадать. То есть инициирует Марс с арены. Ему нужно просто пригвоздить и туда ультаппарата сразу залетает. Паджик может съесть этого Бристалбека, туда ультаппарата, Бристалбека залетает. В этом плане очень круто, что можно портить жизнь. Этому персонажу. Но как круто для команды света противники размениваются. Из минусов Рейдент не сфармливает всю свою половину карты. А вот Дайер это делают раз за разом. Даже если Бруда не в лесу. В лесу будет Лина. В лесу будет Бристал. Энтимаг фармит нон-стопом. И это по итогу начинает работать. 12 тысяч натворца. Ещё Назаршоль очень кайфовый предмет. Он в принципе может себе позволить спокойно с этой Назаршолью бегать у него. Вангард, Худ. Сейчас ещё и БКБшка, путь очень жирный. Вот Назаршоль... Куча урона даёт сопротивление магии. Очень приятный. Катери опять убивает Бристал Бэка. Казалось бы, купил аганим. Должен стать намного сильнее. Однако он с этим аганимом уже, наверное, раз четвёртый и умирает. Если не больше. Тут задиспелили ему хосту, к сожалению. Четвёрка Лина получается с бью вами. На самом деле Лина Сяя неплохо чувствует у неё для четвёрки. Хороший нафорс. Попустим, в колонны накинулись в Рашпит сейчас. Накинулись на Рашана, точнее. Бристалл мёртвый. Начинать поэтник, то есть прийти никак не может. И Егис достаётся морфу, обрати внимание, а не Луня. А как это понимать? Неинтересно, откуда у него столько нетворса на этом морфе? Ну пусть не фармил практически. У ПЖ 180 крипов, среди них внушительная часть пауки. А какие вы... Какая может быть мотивация вот у Мортенка спи... Оу... Взять Айгис, который... Должны сейчас брать Луна. Одним кликом он затянул эту игру минут на 10-15. Одним. Луна бы сейчас встала и на развороте похоронила гостях. Да... Станно. У Луны... У Луны еще БКБшка нету, то есть Егис очень сильнее. Нужен был. А, смотри, тут уже бабуля с аганимом паучка тут вам закидывает. И все, инициатива уже на стороне противников. Вот это неприятно. Такую игру капец как не хочется проиграть на пыльже, когда ты... Настолько... Настолько стартанул хорошо, казалось бы. Выиграл мидс. Помог убивать Бристалбека несколько раз приходил. И тут просто рано какая-то дичь происходит. То есть Луна, она 100% рассчитывала на этот Егис. Потому что она купила себе Баттерфлай вместо БКБшки. Ей... Нужен был Егис, чтобы такой вот хрень не произошло просто. А теперь вот уже... А у Марфа есть перекачка. Марфа есть первый скилл, Марфа есть Блинг, если он превращается в антимага. Да, Монта, по-моему, у него еще есть. Эсенсоринг тоже. Талант у него на Вейфорума укатывается далеко. Но я вот тоже не понимаю, почему он не... Ой, почему не... Почему ему Егис? Что-то как-нибудь совестная перепалка была. Причем, а Егис на Морфлинге? Вот даже если это Морфлинг Керри, даже если ты основной кор-команда, иногда можно отдать мизеру. Если мизер такой полукоровый. Потому что на Морфе ты обычно умираешь под перекачкой в силу. Ты встаешь, и ты кусок мяса. Ты укатываешься, скачиваешься, и потом идешь на муспите 270 файл. Это вообще, мне-то нереально странно. Кстати, сейчас мог попробовать забайтить. Чтобы бруда подошла, нажать БКБ, съесть ее. Там бы ее заразиликали под этого Морфа. Чуть-чуть не повезло. Так, ну и в КВ пока что по стандарту. Огонимчик, но даггера капец как не хватает. Потому что грустная скорость передвижения. Вообще не мобильный паджик. Надеюсь, у него вообще поехал учиться кого-либо съесть в файте. Просто вот не факт, что получится сблизиться. Хотя под арену Марса нормально работать. Блин, уже наглый гресталбек. Я вообще в шоке. Там же который раз вот это происходит. Я, конечно, понимаю, что бресталбек такой герой. По сути, на нем так и нужно играть. Просто идти вперед, но... Не всегда мы. Каким заниматься? А... Ни хрена не произойдет за время смерти бресталбека. Потому что запущена глубоко две линии. На одной и проданной другой антимаг. Я считаю, что брестал на Д3 разменялся. А еще на пульша. Не-не-не, БКБшка будет нормально. Но луна улетела здесь не принять, наверное. Нажми он БКБшку раньше, он мог бы стыбал сделать, ману бы хватило. Посмотрись, неоткуда ману появилась, а то откуда ману. Шрауда у него нет. А-а-а, стики, холи локит. Ну, она была БКБ-тпа вот нажимать изначально. Ммм. Увелли на БКБ-тпа вот. А там уже маны не было. На холи локит он тоже среагировал, как бы это не сразу. Либо там уже меньше трех секунд до конца БКБшки, либо уже хп. Не было. А игра бы уже закончилась, если бы яггис был в луне. Ее убили цену и такого количества кнопок. Какое они бы на нее не скидывали изначально, если бы ягис был в ней, они бы не скидывали. Они бы пытались убить всех, и потом уже пытаться брать луну. А нельзя убить всех, когда рядом с ними луну. Причем это один из самых успешных хоров сейчас. Если мы посмотрим на статистику на притрекера, по соотношению пиков к винрейту, луна успешнее, а дальше медуза какой-нибудь. Если оказалось бы медуза, и самые поломанные кирпачо. Он успешнее и урса. Один крик, один-единнадцатый. И теперь там, смотри, насколько же всего противников хорошо. У них просто все герои с нетворсом. У них у Лины, ЙОА, линза почти... Это у меня почти, я уже забыл. Айндиск почти. У них бабуля с аганимом. Не знаю, откуда у нее этот предмет. С аганимом и даггером просто бабка. Там приставбек тоже. Хоть столько раз на фиде все равно, на тварс у него имеется. Про антимага я молчу с брудой. У них тоже дохренище. Это же становится сложно, когда настолько много на тварс у противников. Рошан, наверное, будет решать многое. Получается, второй Рошан будет ключевым в этой игре, как мне кажется. Потому что Шартс, сурочек, аганим. Ой, Айегис. Аганим еще рано. К слову о Шерде, мне кажется, Дэнди пора задуматься. Потому что если опять Айегис морфник заберет, так, и есть блинг. Прощаемся с брудой. Ой, какой мув красивый от морфана тоненького, причем. Там же казалось в один момент, что все, он ошибется сейчас. Но нет, все рассчитал. Это опрещено нет, помощи не будет. Убить солистный фаер очень тяжело. И подходит сюда Бристол. А, ну смотри, как он попал. Но ты пау тоже не будет. Ага. Кому-нибудь другую это объясни. Мув на тоненького номер два получается. А какого хрена он мертвый был? Ну, я сейчас понимаю, да, что как оставим у антимага слишком долгий. Что на линию в таймить вот так очень тяжело. Мне тоже казалось, что не надо рисковать ради бабули саппортящей. Просто сделать тп. Одна колонна ночью. Ну, в идеале это еще под Рошана бы все сделать. Очень хочется второго Рошика забрать. И Сетри Панатворца уже более-менее сравнялись. Мехабельно. Талант себя на двадцатом взял у... А, талант, по-моему, вообще не затрагивали. Давай тогда поговорим о по этому поводу. На пятадцатом уровне. Дэнди все игры брал урон от хука. В этой же игре по старинке взял именно в империзмозаклинаний. Наконец-то. Давно чуть не видели. Вот и на двадцатом получается талантный дисмембер. Это стандарт. Всегда берется именно этот талант. Особенно, когда у тебя есть БКБ-шка. То есть это таргетный контроль на кучу секунд, на кучу урона. Контроль через БКБ-шку. Очень сильная, очень сильная кнопка, поэтому талант всегда берется на дисмембер. Соответственно, опять убили бабулю второй раз подряд на 50 секунд. Красота. Сколько я понимаю, этот морфлинг изначально был четверкой. Купил маску и в леса ушел, правильно? Просто как иначе я могу это все быть? Что у Марса был топорик? По-моему, изначально же он фармил, а Марсу он помогал. Что у Марса топорик был? Не понимаю. Ну, Анна. Надо было посмотреть. Блин, что это за хуки? Жесть какая. Я в один минут на Марсе переключился. Прошу прощения. Неплохой размен. Капец, улопну вот этих колючек. Как у него армора 8. Да. Майбар Борис колючек не особо-то помогает. У него половина хп просто была. Там прям вообще взрыв какой-то произошел. Это... Ультимаи-то аппараты колючки прокнули, правильно я понимаю? По-моему, да. Но, опять же, позиция аппарата называет вопрос. Он за спиной приступа кобыл. Развы это не. Ну, смотри-ка, попытка на луну напасть. И, ребятки, на этого героя так нападать нельзя. Кристаллис у живого парня Шард. Обратите внимание. Бискадзи даже играет против Бристалбека, против Бруды. Против двух рейнджовых саппортов. Бискадзи у Марфинга будет. Уже сойдет. Ну, ломится в трон. Есть ощущение, что не успеет. Ну, они погибнут вообще. Ой. И это... Это все под тайминг Рошана. Наверное, это самая охреновая новость. Качели-качели. Еще вот эти походы в трон под возрождение Рошана, это настолько часто руинит игры, но настолько часто это происходит раз за разом. Согласись на луни. Согласись на луни. Особенно, если еще скорость атаки куча. Кто-то был уверен, что Хук прямо при Сталбека летит, но... Под конец все изменилось. Блин, и Марс после боевых луна. Именно антимага вытянул самую неинтересную цель. Ну, опять же, сейчас два фармящих хоров станут. Так, если здесь бруду нет, и бруда поступает. Идеально. Продумерно, что было... Мне кажется, что надо было бруде оставлять Айегис, а не антимагов. Нет, нет. Бруда, она вообще не должна поэтгерой заходить. В чем два основных преимущества новой брудки над старой? Рассказываю, как брутпикер в прошлом. Первое, это то, что у тебя пауки, это не 4 скиллпоинта, а один. Ну, там, к восьмому, к девятому уровню. Ты обычно тратил 4 скиллпоинта. Сейчас тратишь один, у тебя появляются другие кнопки. Второе, то что у тебя бруда неконтактная. Не мегасы, на ровном месте просто, потому что кора не захотели бэйбэкаться на Аршана. Зато бэйбэкнули сейчас, то есть он у нас скидывает свой бай. Это так странно. Опять же, мы смотрим сейчас не 8, 9, 10к среднего, как обычно. Тут ранги невысокие, но, относительно, но выше, чем у нас. И настолько необычно смотреть, как игроки сильнее делают, но откровенно, ну и... Не важно, что. И смотри-ка, попытка заулынить. Хотят ломануться в трон за 50 секунд без грифа, без бруды сломать. В принципе, шансы имеются. Только если не скормят луну в начале. Смотри-ка, не успевает, антимаг скинуть в тюрьме, затем чуть-чуть... Сейчас лунок уснул просто. Так, и смотри, луна... Луна мертвая после бая, но Морф, смотри, Морф пошел рейдкликать. Похитителя илесов. Ах, илесец. Против мегасов просто в трон. Скармливают луну в самом начале. И Марсер Незерит кликал. Но вот этот гриф... Гриф большое значение, очень имел. Блин, это не игра, это мем просто какой-то. А-а-а... А ты же реально была... Это была игра на 25 минут, на 25. Просто в один прекрасный момент. Путш переромил, потом Марс перефидел, потом Морфлинг. Один единственный клик сделал, который игру затянул. Потом луна... У луны, по-моему, там все же вообще идеально было. Откуда у нее 5 смертей? А она до 20 минуты имела одну единственную смерть. И потом резко начинается. С того, что БКБ... Да, сначала игра без БКБ. Прочтите на Агегис. Потом уже слишком поздно полагаться только на БКБ. ФП, кстати, луна. ФП, Марс, вратите внимание. Мне кажется, там борьба за роли была просто у ребят. Ну, она там... Луна хотела фармить, например, Морфлинг что-то тоже на коры роли хотел поиграть. А по итогу против Марфа, получается, Антимекс залетел. Идеальный герой против Марфа. И БРУДА. То есть, если это настолько необъяснимо, что когда-нибудь на Фидзеле на вражеской базе под тайминг Рошана, имея информацию на Рошана, имея информацию на Глиф, имея информацию на статус ББКБРУДЫ, что они не повыкупались. И потом Морф, по-моему, он вообще что-то купил. Да, вот он с Казик Рейданул. И то есть он без выкупа решил вообще поиграть. А БРУДА ББКнулась уже под тайминг Мегасов. Продолжай. Да, я всё сказал. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать ваши комментарии. У нас совсем немного, остается 200 тысяч подписчиков. Есть мечта о серебряной кнопке. Если вы нас к ней приблизите, будем очень благодарны. И увидимся.